Всем доброго времени суток. Сегодня у нас очередной апдейт, но на этот раз не стритфайтер, а его тогдашний главный конкурент в лице Fatal Fury. На этот раз Fatal Fury Special, соответственно, который является улучшенной версией Fatal Fury 2. Поначалу кажется, что сама игра изменений не претерпела. Ну да, сделали боссов играбельными, добавили нескольких персонажей с первой части, да и все. Но это на первый взгляд. На самом деле, игру изменили и довольно серьезно. Все дело, как говорится, в деталях. Во-первых, слегка увеличили скорость игры. Это трудно заметить, пока сам не поиграешь в Special сразу после второй части. Во-вторых, сделали комбо-систему на манер Street Fighter 2, то есть стало можно отменять некоторые нормалы в Special. В-третьих, как я уже сказал, добавили в сумме еще аж 7 играбельных персонажей. Таким образом их 15, плюс один секретный. Ну и из этого вытекает последнее – баланс. Многое изменили в этом плане. Боссов сделали менее имбанутыми, понизили урон у многих спешлов и даже суперов. Однако не все изменения были положительными. Например, очень сильно изменили искусственный интеллект. Он и раньше-то был не ахти какой, а теперь стал еще более сволочным и читерным. Если думаете, что вторая часть была сложной в прохождении, то я не рекомендую даже пытаться проходить Special. Только для мультиплеерных баталий. Также многим персонажам изменили инпут многих приемов, особенно суперов. Вы просто посмотрите на всю эту хрень. Если раньше это было сложно сделать, но в целом можно, то и сейчас я даже пытаться не стану. В результате всех этих изменений я больше предпочитаю играть в оригинал. В него хотя бы играть можно и даже можно пройти. Special слишком усложнили. Усложнили импуты на спешлы и суперы, усложнили искусственный интеллект и вообще прохождение игры в целом. Ведь теперь здесь не 12, а 15 бойцов надо побеждать. И это я еще молчу про секретного бойца Ореса Казаки из Art of Fighting. За него играть нельзя, а чтобы вызвать его на бой, вам надо пройти всю игру, не проиграв ни одного, мать его, раунда. Даже не боя, а именно раунда. Какой садист это придумал, я понятия не имею. Однако стоит отметить, что его появление по сути стало эдаким толчком к созданию серии King of Fighters. Считайте эту игру King of Fighters 0. С точки зрения сюжета игра отбрасывает в сторону события второй части и переначивает их. То есть начинается все так же. Краузер узнает о смерти Гиза и анонсирует новый турнир, чтобы привлечь внимание братьев Богородов. Однако на турнире также внезапно появляется Гиз Хауэр, который не умер после падения с небоскреба в конце первой части, и Краузер, хоть и по-прежнему финальный босс, но он все же отодвигается на задний план. Помимо Гизы из первой части также вернулись Старик Тан и Даг Кинг. Плюс все четыре босса из второй части теперь также играбельны. Таким образом, Fatal Fury Special является эдакой сборной солянкой первых двух игр. Билли своей палкой может достать через пол экрана, однако он очень медлительный и у него нет хороших приемов вблизи. Аксель, будучи боксером, очень похож на боксера из Street Fighter 2. Он также бьет только кулаками и имеет быстрые и длинные удары, однако он слаб для атак снизу и в целом довольно медлителен. Лоуренс Блад опасен на средних дистанциях благодаря своим спешлам, однако он открыт для атак с воздуха. Краузер же по сути особо не изменился, он по-прежнему силен и опасен во всех аспектах. Ново старых прибывших персонажей из первой части неплохо так изменили. Даг Кинг, например, дерется весьма странным, собственно, танцевальным стилем. Это трудно описать, лучше самому попробовать. Тан Фу Рю, несмотря на свой возраст, весьма прыткий и обладает набором неплохих ударов. А вот Гис несколько разочаровал. У него по сути только три вида фаерболов и бесячий перехват. Хотя справедливости ради стоит отметить, что у него есть фаербол с прыжка, что для жанров на Вику. Графика и звук в игре в целом не поменялись, однако с приходом новых персонажей добавились новые арены и мелодии. Новая музыка отлично подходит бойцам и запоминается с первых секунд. Арены же отлично детализированы и прорисованы, и обладают своеобразным вступлением. Старые задники также подверглись небольшому обновлению. Добавили очень много мелких деталей. В начале боя смайши рану и, например, вы можете увидеть проплывающего мимо нинджа. На огромной рыбе, но нинджа. В бою с Кимом в третьем раунде пойдет дождь, или это снег так нарисован, а у медведя вообще полностью поменяли толпу на заднем плане. Да еще каких-то овец поставили. Разрабы ведь могли просто скопировать то, что у них было во второй части, но нет. Они заморочились и многое перерисовали. Подобное внимание к деталям не может не радовать. С другой стороны, экран выбора бойцов теперь стандартный, и пропали катсцены, где Краузер доминировал над бойцами из первой части. Но за это надо сказать спасибо незнамо зачем измененному сюжету. Вот и получается, что где-то подлатали, а где-то набортачили. В итоге я ставлю игре всего 7 баллов. Да, игра по-прежнему хороша, но многие элементы были изменены и не обязательно в лучшую сторону. Это конечно мое личное мнение, но если бы меня заставили выбирать строго одну игру между Fatal Fury 2 и Fatal Fury Special, я бы выбрал Fatal Fury 2. С одной стороны, у нас тут больше персонажей, более детализированные задники, а с другой усложненный input для приемов, бесцеремонный искусственный интеллект и нафиг измененный сюжет. Вот зачем его изменили? В результате чего Краузер из благородного, но в то же время жестокого, опасного и харизматичного злодея превратился просто в очередного подхалима Гизы Халварда. Однако не стоит отменять того факта, что игра все равно хороша и имела большую популярность. Да что там, многие до сих пор в нее играют. Портов у нее также было достаточно. В первую очередь, само собой, на домашней версии Neo Geo, при этом в CD-версии был аранжированный саундтрек. В Японии порты были еще на свои компуктеры Sharp X68000 и FM Towns. Они более-менее близки к оригиналу, насколько это было возможно, но имели проблемы со звуком. В частности, версия для Sharp'а вообще реже слух. Также только в Японии был порт на PC Engine CD, как и оригинальный Fatal Fury 2. И также, как и свой предшественник, эта версия имела те же проблемы, а именно звуковые эффекты ужасного качества и стримотное управление при отсутствии шестикнопочного контроллера. Помимо этого были порты на SNES, Game Gear и Sega CD. Вот эти порты уже были выпущены на западе. SNES-версия в целом неплоха для 16-битки и была лучше, чем порт Fatal Fury 2. Улучшили музыку, управление, а также добавили режим Countdown, где вам за 3 минуты надо было завалить как можно больше врагов. При этом вы были полностью неуязвимы. Версия для Game Gear, естественно, не могла похвастать передовой графикой или звуком. Однако стоит отметить, что порт получился вполне играбельным. Управление отзывчивое, геймплей бодрый, динамичный и даже можно поиграть за орёса казаки. Правда, в игре осталось всего 9 персонажей. Хе-хе-хе-хе. Версия для Sega CD, как по мне, оказалась самой лучшей. Ну, не считая Daugio, конечно. Графика и звук максимально приближены к оригиналу, а музыка хоть и не аранжированная, но в CD-качестве. Задники тоже не слишком-то хорошо прорисованы, как вы могли заметить. Зато сами персонажи хорошо анимированы и детализированы. И даже безо всяких чит-катов можно поиграть за орёса казаки. Ну и, конечно, не стоит забывать про нашу любимую всеми Донди. Неофициальный китайский порт был, конечно же, и туда. Оставили только 8 персонажей, над именами некоторых поиздевались, например, Терри теперь не Богарт, а Богаро. Его брат Энди вообще зовут Энткаолок. А уровни теперь не привязаны к персонажам, а просто повторяются по кругу. Ну и не стоит забывать, конечно, что игра также входит в сборник Fatal Fury Battle Archives для PS2, где можно выбрать как оригинальный, так и аранжированный саундтрек. Ну а у меня на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Ссылки в описании. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. И спойлер! Следующий выпуск будет не про апдейт!